День с толком в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! По традиции начнем с анонсов. Нерадивая мамаша. Тут ребеночек лежит. Как ребенок? Откуда он взялся? Кого подозревают в смерти 11-месячной девочки в Бийске? Ароматный сосед. Согласно официальному ответу от Роспотребного отзора, специалисты ведомства готовы выехать на место и произвести необходимые замеры качества воздуха. Кто виноват в конфликте с душком? В честь юбилея? Одно из главных мест притяжения на горе Пикет – это памятник Василию Макаревичу Шукшину. Кто забрал главный приз Шукшинского кинофестиваля? Итак, правоохранители Бийска установили личность матери 11-месячной девочки, чей труп в минувшие выходные нашли в подъезде жильцы городской многоэтажки. Тело мертвой девочки им подкинули. Мать ребенка объявлена в розыск. В Следственном комитете по данному факту завели уголовное дело. Сейчас ведется расследование, по итогу которого в том числе предстоит выяснить причину смерти и такого шокирующего поступка. Это ходунки, в которых 11-месячная малышка делала первые в своей жизни шаги. А здесь, в этой кроватке, девочка спала. Утром 28 июля тело ребенка обнаружили на лестничной площадке двухэтажного жилого дома. Труп был завернут в полиэтиленовый пакет. На страшную находку наткнулся сын этой женщины, проживающей на втором этаже. Ну он пошел и спустился вниз-то и шумит. Мама, мама, я вот чего орешь, что люди-то скажут, а что бешеные? Мама, тут ребеночек лежит. Я говорю, как ребенок, откуда он взялся-то? Жильцы незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Вскоре оперативники установили личность матери. Правда, задержать ее пока не удалось. Известно, что женщина 93-го года рождения. И это не первый подобный случай. Ровно два года назад у нее же умер мальчик. Почти неделю она ходила с ним по городу и даже посещала увеселительные заведения. Но тогда уголовное дело возбуждать не стали. Как было установлено, ребенок умер от инфекционного заболевания. В ситуации с девочкой все иначе. По предварительной информации, малышка скончалась из-за черепно-мозговой травмы. В настоящее время по факту обнаружения трупа малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. По пунктовой части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть убийство малолетнего. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления подозревается Екатерина Шишкова. На вид ей 27-30 лет. Сейчас лишь она, мать, которая скрывается от следствия, может рассказать о том, что же произошло накануне. И почему ее 11-месячная дочь оказалась мертва. Евгений Плохотин, Сергей Дровских. День с толком. Зато в этой истории поставлена точка, по крайней мере, пока. Небо над краевой столицей после двухнедельной дымки наконец-то прояснилось. Правда, горожане боятся, что это ненадолго. Ведь прямо сейчас в Сибири горит 3 миллиона гектаров леса. Гринпис требует у российских властей спасти Сибирь от лесных пожаров. Экологическая организация собирает подписи под обращением в Госдуму с требованием направить дополнительные силы на борьбу с огнем. Плохо было. У меня сердце и вообще дышать было нечем. Плохо. И кашель какой-то был невозможный. Это говорят люди о двухнедельной дымке. Сегодня она рассеялась. В Барнауле ярко светит солнце. Но, несмотря на ясность, уровень вредных веществ в воздухе присутствует. Отмечает краевой МЧС. Эколог Алексей Грибков говорит, что даже небольшой процент вредных примесей, которые мы вдыхаем, может привести к серьезным заболеваниям. Он приводит в пример масштабные пожары 2010 года, когда дым от огня дошел до Москвы и вызвал преждевременную смерть тысячи человек. Но тогда пожар потушили. Сейчас 3 миллиона гектаров леса горят открытым пламенем. Сибирская тайга – это одно из легких вообще всей планеты зеленых. Второе – это тропические леса. Если мы потеряем бариальные леса в таких пожарах, то просто, ну поймите, человеку, если удалить одно легкое, ему будет хорошо. Говорить, что там невозможно тушить, и это дороже чего угодно – это просто неправильно. Ущерб, который причиняется, еще раз повторюсь, нашим экосистемам, нашему здоровью, природным ресурсам, он не сопоставим. Он гигантский по сравнению с этими затратами. Прогнозов по завтрашнему дню в МЧС пока не дают, но лишним не будет по-прежнему соблюдать меры безопасности. Вот смотрите какие. Носить защитную маску, например, поменьше находиться на открытом воздухе и закрывать окна в домах. Да, вот увы. Дымка ушла, но некоторым барнаульцам дышать легче не стало. К нам в редакцию обратились жители Первого мирного проезда. По их словам, дома, расположенным в частном секторе, регулярно подвергаются химической атаке со стороны расположенного по соседству покрасочного цеха. Илья Кочетков, который на прошлой неделе разбирался с утечкой мазута, теперь переключился на атмосферные явления. Частный сектор, тишина, огородик и даже, несмотря на черту города, свежий воздух. Но Александр Кирясов говорит, это до тех пор, пока вон на том производстве не начнут что-нибудь красить. Запах резкий, сильный. То есть это запах химикатов, не знаю уж каких там, но химических. Из чего там краска состоит, чего там. Вот. Причем прямо на наших огородах. Началось это, по его словам, около двух лет назад, когда столярную мастерскую переоборудовали в цех по обработке металлоконструкций. Разговоры с владельцами производства ничего не дали. В начале лет Александр Александрович обратился в Роспотребнадзор. Там подтвердили, что владельцы мастерской не проводили замеры атмосферного воздуха во время выбросов. А это нарушение. Однако был ли при этом повышен уровень вредных веществ, так же сказать, затруднились. Согласно официальному ответу от Роспотребнадзора, специалисты ведомства готовы выехать на место и произвести необходимые замеры качества воздуха. Но для этого им необходимо позвонить именно тогда, когда появится в воздухе этот характерный химический запах. Проблема в том, что, по словам местных жителей, работы здесь проводятся в основном вечером и ночью, когда до Роспотребнадзора, как до официальной организации, уже не дозвонится там. Закончен в это время рабочий день. Мы решили прояснить ситуацию на самом производстве. К нам вышел заместитель директора и подтвердил. Да, красили отдельные детали, точнее, грунтовали. Но больше месяца назад, после визита проверяющих, перекрыли вентиляцию. Так что даже если запахи появляются, то дальше помещения распространяться не должны. Но Кирясов уверяет, запах продолжает периодически мешать дышать глубоко. Вы когда заявление писали, вот тогда я согласен, что мог идти запах, потому что включалась вентиляция. Мы сейчас все отключили, все заглушили специально, чтобы к вам ничего не шло. К нам не шло, да? Вот. И к нам не идет? Я не знаю, это может быть уже идет, может быть не от нас. Да какая разница? Здесь может быть где-то машины подкрашивают или еще там что-то. Но Александр Кирясов не собирается сдаваться и полон решимости при очередном появлении химического запаха определить его источник. К тому же пенсионер намерен узнать, насколько вообще законно размещение в жилом секторе подобных предприятий. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Незаконно, по мнению историков, все-таки снесли скандально известную усадьбу купца Михайлова. Вот это все, что от нее осталось. Напомним, в начале года стало известно о планах построить на месте здания, чья история началась более ста лет назад, новое управление краевой прокуратуры. Судьба усадьбы вызвала широкий резонанс в СМИ. Она заинтересовала даже федеральные здания. Барнаульские общественники пытались остановить стройку, но тщетно. Весной они провели ряд пикетов и обратились в суд в надежде вернуть усадьбе статус памятника истории. Это могло бы вернуть объект под охрану закона и остановить его разрушением. Увы, суд отказал защитникам истории. Тем не менее, общественники признали, что это лишь начало борьбы за наследие Барнаула. Мы хотим обратиться в Алтайское краевое законодательное собрание с просьбой отменить решение 2006 года об исключении из реестра хотя бы тех семи зданий, которые достояли до настоящего времени в хорошем состоянии, в не слишком измененном. То есть их можно просто вернуть в реестр памятников и охранять их. Ну что ж, похоже, можно поздравить краевую прокуратуру с новосельем. Обновили историю. Десятки людей сегодня пришли на вокзал краевой столицы, чтобы увидеть новый поезд простора Алтая. Точнее, новые вагоны с кондиционерами, вайфаем и креслами из эко-кожи. Теперь пассажиры скоростного поезда Барнаул-Рубцовск будут проводить 4 часа в комфорте. Ирина Корчагина посмотрела. Кондиционеры, телевизор, вайфай, откидные столы и кресла из эко-кожи. Поезд Барнаул-Рубцовск никогда не видел таких современных вагонов. Сумма комфорта – 240 миллионов рублей из краевого бюджета. Когда новое, оно все, есть новое, вот, интересно все равно, и ехать интересно, и будет комфортнее, и кондиционеры, конечно, постоянно будут работать. Не то, что в старых вагонах, не всегда они работали. Ну, мне кажется, сейчас будет просто что-то классное. Пригородный поезд «Просторы Алтая» запустили в конце 2011 года, но он был собран из старых вагонов. Четыре новых кузова специально для Алтая изготовили на Тверском вагоностроительном заводе. По словам железнодорожников, вагоны прослужат не менее 40 лет. Ну, раньше, когда мы начинали работать, ну, это пригородные поезда, деревянные скамейки, холод, не отопление, никаких удобств. Через 30-40 лет, я думаю, что будут, может быть, даже по воздуху летать. Алтайские поезда пока по воздуху не летают, зато ежедневно перевозят большое количество пассажиров. Всего за полгода продано около 5 миллионов билетов. Руководство РЖД рассчитывает, что это число станет еще внушительнее. Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком. Ожидали большего количества людей организаторы юбилейных шухшинских торжеств. Более 15 тысяч поклонников таланта нашего знаменитого земляка приехали на гору Пикет. Ну, вот сами посмотрите этот снимок. Там подвели итоги кинофестиваля в честь 90-летия Василия Макаровича. Статистика утверждает, что количество гостей растет, а вот сами туристы убеждены в обратном. Репортаж из сросток подготовила Дарья Эйдемиллер. Сегодня в сростках финал шухшинских дней на Алтае. Это значит, что в село, в котором обычно живет чуть больше 2000 человек, приедет свыше десятка тысяч гостей. И развлекать их будут, естественно, народными гуляниями, которые начинаются прямо со входа на главную улицу села. Наряжаем, одеваем, обуваем, фотографируем, песни поем, частушки поем, кормим. А какие у нас пирожки с черемушкой. Галя, Галя, угостить пирожками с черемушкой. Это такое чудо, лучшие пирожки в Алтайском крае. Помните, раньше было, что черемушка, как бабушки, в зубах застреливали, а теперь проскакивает. Еще туристам предлагают экспресс-баню и народные песни. Тысячи людей из года в год приезжают на праздник в честь Шукшина. Скажите, впервые, не впервые на Шукшинских, как часто приезжаете? Я впервые. Ямало-Ненецкий автономный округ, села Красносельку. Оказалась впервые на таком мероприятии, очень хотела. Мы выросли все-таки на произведениях. И это наша душа. Помню, первый раз приехал еще лет 15-20, наверное, назад. И вы же можете сравнить, было, стало, что изменилось? Раньше было еще больше народу. Но сегодня, особенно в день юбилея, в день 90-летия, очень все красиво. Раньше так красиво не было. Церемония закрытия Шукшинского фестиваля прошла пышно. Сначала встретили всех звездных гостей. Их в этом году было почти 40 человек. Алиса Гребенщикова, Олег Токтаров, Виктор Мережко, Валерий Фомин и многие другие. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, прибегаем, доползаем в последнее время, мы, понимаете, лежали в лёжку в Москве, поднялись и уже бегаем. Вот, видите, бегаем. После гости. А их на пикете собралось без малого. 15 тысяч человек наслаждались народными танцами и песнями. Смогли блеснуть своими талантами и зрители. Вон там, в краю далёном, ты есть у меня, сестра. И, наконец, объявили имена лауреатов и победителей Шукшинского фестиваля. Литературную премию везёт в Ангарск Игорь Корниенко. Кстати, в этом году в летчасти было рекордное количество заявок – более 30. Победителям кинофестиваля полагаются маленькие копии «Царицы вас». Лучшую короткометражку привезли из республики Алтай. Земляки, друзья, спасибо огромное. Для меня это большая-большая честь – получить такой приз именно здесь, здесь, на Алтае, у себя практически дома. Не раздель. Нет, всё, спасибо большое. В программе «Полного метра» лучшим признали фильм «Надо мной. Солнце не садится» режиссёра Любови Борисовой. А спецприз от губернатора Алтайского края получила кинокартина «Последнее испытание» Алексея Петрухина. Пока гости фестиваля ждут Марину Зевятого и шоу-балет «Ярдэнс», мы убегаем, чтобы не попасть в пробку. Дарья Демиллер, Алексей Фризин, Илья Кочетков. День с толком. Поехали бы на поездах к Олени Красной или Востоке, тогда бы и пробки не страшны были, да, Дарья? Ручные хищники, колесо смелости и смертельно опасные трюки. Большой новосибирский цирк «Золотой дракон», который входит в пятёрку лучших цирков страны, представил в Барнауле свою уникальную программу – шоу персидских леопардов. Почему выступления новосибирских артистов зрители смотрели за то и вдыхание, узнаете из нашего эксклюзивного материала. Со своей программой артисты объездили уже полмира. Теперь удивляют краевую столицу – на арене аратгутаны, бенгальские кошки, пони, гигантские собаки-акробаты. Цирк «Золотой дракон» привёз в Барнаул свыше 50 дрессированных животных. Самые опасные – персидские леопарды и африканские пантеры. Подход в цирке находят к любому зверю. Только контакт, личный контакт с животными. Мы с детства с ними спим, с детства с ними живём, общаемся, растём, развиваемся. Бояться мы их не боимся, потому что, ну, как можно, бояться собственную сыночку там. Программу с животными разбавили опасными трюками. Здесь и колесо смилости, и канатоходцы на проволоке, и воздушные гимнасты без страховки. А трюк с машиной просто взорвал зрительный зал. «Золотой дракон» – многонациональный цирк. В составе заслуженные артисты России, Киргизии, Польши, Москвы. Профессионалы и фанаты своего дела, которым в очередной раз аплодируют стоя. Спасибо вам, уважаемые зрители, что провели эти 15 минут с толком. Это ещё не всё. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». У меня к этому часу все новости. До новых встреч! Берегите себя! Продолжение следует...